Дамы и господа, у меня есть к вам предложение. Я знаю, что читеры мешают огромному количеству дискорд комьюнити, начиная от Red Cat и заканчивая гиенами и так далее. Все, кто желают поучаствовать в создании контента для друг друга, отжим повозок, перестрелки, сессии, противоборства без читеров, пожалуйста, досмотрите от ролика до конца. Также мы поговорим с вами о новостях недели, слухах, утечках, интригах, ну и конечно же, что же нам добавили Rockstar и так далее. У микрофона Готика, Сократ, погнали! Ну и для начала моя идея. Все вы знаете о моем ролике, посвященный файлику. Тот самый файли, который позволяет вам сидеть в соло-сессии с теми людьми, с которыми вы хотите. И да, вот какое у меня предложение. Я предлагаю распространить два пароля. Два пароля от файла среди самых доверенных людей в дискорд комьюнити. Гиен, Готики, Кота, Зефа, да, Зефа и других дискорд комьюнити, где люди могли бы, используя два пароля, играть с теми, с кем они уверены, что там нет читеров. А раздавая пароли людям, у которых, возможно, будут читы и они выявятся, естественно, мы просто их сменим. Почему два пароля? Пароль первый – это сессия, где люди не будут атаковать друг друга и повозки друг друга, то есть будут выполнять миссии противоборства, миссии свободного режима, перевозить телеги, зная о том, что там не будет читаков, взрывов, и будут другие люди, если будет оружейный барон, перевозка товаров и так далее. Все события свободного режима, они нажмут на противоборство и там уже будут люди. А второй файл – это файл демо, то есть дезмача, где люди могут убивать в любое время, без всяких причин, перевозить повозки в таких сессиях будет катастрофически опасно, потому что если вы проиграете повозку, вы не сможете выйти из игры и перезайти по новой, потому что повозка у вас останется в этой сессии. Иными словами, вы обнулите свои собственные товары. И вот здесь самое интересное, кто решится в таких сессиях, где вы заранее знаете, что там сидит Готика, там сидят Гиены, там сидят кто-то еще, и тут хлоп на вас нападает. Вот попробуем, вот такая у меня задумка сделать две соло-сессии с возможностью играть не только одному комьюнити, а всему Red Dead Online. Оцените мое предложение, напишите в комментариях, если вы лидер какого-то дискорда, напишите мне, и я вам вышлю пароль, два пароля от этих соло-сессий. Если вы не знаете, что такое пароль и что это за соло-сессии, ссылки в описании под ролик по поводу этой соло-сессии, как ее сделать. Ну а теперь переходим непосредственно к новостям недели. Возвращение пока что перед выходом полного обзора патча и нашего стрима в конце этой недели по поводу нашего РП-сервера, визуальные изменения, которые есть на данный момент. Обратите внимание, в нижнем левом углу у нас теперь полоска желания воды, жажды и голода, а также температуры, выглядят аутентичненько, красиво, а не как-то наляписто. И в верхнем правом углу у нас появилось название и логотип Wild World, основанно кланом Готики, это наш РП-проект. Визуально интерфейс выглядит сейчас вот так. Оцените, и что вы думаете по этому поводу. А я напомню, что в конце недели у нас будет стрим и выход обзора патча, что сейчас там делается. Открою по секрету, там добавляется больше 15 базовых работ для начального уровня. На 4chan и GTA Forms начали форсить такую тему по поводу капельных подач еженедельных. И предположили, что Rockstar сейчас занимается крупным глобальным обновлением для консоли нового поколения. И мол, типа им сейчас даже не до капельных подач. Мол, типа фиксят баги в GTA и готовят Red Dead Online к переходу на консоли нового поколения. То есть первое обновление, крупное обновление будут тестировать на Red Dead Online, а в GTA уже завезут рабочую схему. И да, вы все слышали на прошлых моих роликах, что читмод Луну забанили в GTA Online, и она в Red Dead Online тоже перестала работать. Однако это не избавило нас от основных проблем, и ввиду этого переход на новые обновления кажется максимально бесполезным, ввиду полной отсутствия борьбы с читерами. Ставь лайк, если со мной согласен. Ну и новости недели основываются на капельной подаче. Что же на этой неделе нам с вами добавили? А добавили нам следующее. Смастерите что-нибудь у костра, и вы получите в награду 3 коллекционных предмета, которые можно будет сдать мадам Назар. Изготовьте любой предмет одежды в магазине Гасса, и вы получите бесплатно шляпу до 15 уровня и скидку на 50% на любые сапоги. При покупке любой брошюры вы получите карту сокровищ в подарок. Скидка 40% на всю одежду в магазине Гасса. То есть теперь сдавать легендарных животных, продавать их, делать там себе одежду, это кайф. Смотри ролик на моем канале, ссылки в описании к ролику. А какая существует вообще вся легендарная одежда из животных. Скидка 30% на все амулеты и варианты улучшенного лука в магазине Гасса. Войдите в Red Dead Online до 1 февраля, и вы получите в подарок 5 упаковок оружейного масла и 50 стрел для мелкой дичи. Скидка 40% на лук, улучшенный лук и брошюру о тониках. 50% на рыболовные приманки. 50% на приманки для хищников и травоядных. Скидка 30% на брошюру о создании оружия и удочки. Скидка на все луки, как я уже и сказал, на брошюры у скупщика абсолютно все. От следящей стрелы до ядовитого самогона. Скидка 50% в магазине Гасса вообще на все. И на этой неделе также скидка на документы в магазине Гарретт и скидка на снотворные патроны, легендарный звериный феромон, оживитель животных и маскирирующие тоники. Ну вот такие вот обновления на этой неделе. Ну, скучно, грустно и печально. Однако в ожидании новых обновлений все-таки теплится надежда, что Rockstar готовит крупные массовые обновления с переходом на новый движок. Не просто так начали форсить эту тему. По поводу Q-бета и всех обновлений, огромного скачка там нет. Да, их обновляют, что-то тестируют, но скорее всего это патч, который фиксят какие-то баги или какие-то проблемы. Крупного обновления пока что на данный момент не форсят, поэтому все в ожидании. Спасибо большое спонсорам канала. Вовка СПБ, Алексей Котов, Анастасия Морс, а также Сирплей, которые поддерживают нас с чеканной монетой. И это можешь сделать и ты. Всего от 49 рублей в месяц. Начни спонсировать Готику и сделай свой вклад в развитие нашего комьюнити Дискорда целиком. Удачи, пока!